здравствуйте на телеканале это он тв программа черным по белому я ее ведущий александр гурарье несколько дней назад мы совершенно случайно наткнулись на ролик который гулял в интернете и который нас честно говоря очень поразил в этом ролике раввин рассказывает своим ученикам о том что любого еврея который вступает какие-то отношения с гойкой то есть неверная женщина с женщиной не еврейкой следует немедленно на том самом месте убить мы были потрясены этим роликом мы предлагаем его сейчас вам посмотреть мы сделали перевод посмотрите пожалуйста что это такое он и предпоследствует бедене а вот и он идет в гуя в детстве это мы будем начинаем с гуя в медицине яходи что ба в гуя ма куя в гуя алхах пасока в пасекарамбам кое-гуя кое-гуя что юхи ба в аллее не мескану пояснив на сибору пооносу поцову не мескану пояснив на кивоне кое-гуя кое-гуя что юхи ба в аллее Субтитры делал DimaTorzok 1 8 сейчас с международным только после того, что я могу сказать это первая это первая и первая и первая только не умеет если человек говорит, что человек говорит, что не будет делать первая человек который в виду И если я не знаю, что с южным, я не знаю, что с южным, поднялся с южным. Прямо, смотришь, что с южным, как цикли, или что-то, поверит от южным из миров. Зоо, этот бомбик, кто-нибудь, когда они спугают, который сначала увидел их, он увидел их, и он увидел их, и тот кто делает это, И что это? Ты умеешь от счастья? Но, у вас же один подчиняет дни и становится иметь Ильяу, Он говорит, что имел Ильяу? Как он умеет иметь Ильяу, Ильяу, Ильяу? Воспомнике он покидал и нарушил ниши Исраэль, который приходит и не дыхание, не дыхание, и не ночь, он поднял и садил ее на землю. Прямо, это невелико. что этоitic. Почему? Почему я не говорю? Потому что у многих теней в этой тени. Когда ты был в «М pea vorstellen», именно ты открылой думать, И пример. И вот такие теней, есть уже теней, но один из наших теней, обязательно нужно отдать их... в прошедεια. Хочешь, они заинтересуют, как ониholи, ахочешь. Но если они прошли и все будет заинтересовать ее, то они должны отдать их. Если ты отдадут их, то это начинается его, иначе. Но ты должен отдать их в едином режиме. И вот, это таинаи в первом режиме. И еще есть много теней, поэтому, я не vill предварить, Но вы увидите, почему вы сказали, чтобы объяснить о том, что вы сказали, что вы сказали. — Насколько это связано с иудаизмом? — Страшная вещь. Ну, давайте начнем сначала. Многие антисемиты говорят, что иудаизм сродни фашизму, потому что вы только себя считаете людьми. — Ну, посмотрев этот ролик, никто и не усомнится. — Иудаизм, я часто говорю, он выступает за смешанные браки. Очень многие наши праведники были женаты на нееврейках или на неевреях. Руфь, прабабка царя Давида, была мавитянкой. Другое дело, что просто должна быть общность веры. — То есть, они женились после того, как эти женщины принимали иудаизм? — Либо женщины, либо мужчины. Нужно принять иудаизм. Ты можешь быть китайцем, ты можешь быть африканцем, ты можешь быть монголом. Неважно, ты становишься иудеем, и все. И проблемы нет. Можно жить вместе, можно делать семью. Это уже иудейская, еврейская семья. Проблемы нет никакой. Теперь, что этот человек говорит. Значит, в Торе действительно есть пример. Когда евреи были в пустыне, вышли из Египта, один лидер народа Израиля из колена Шимона. — Да, он так и говорит, что он его называет Анаси как бы президентом. — Он был президентом, да, лидером, да. Он взял и ввел в свой шатер идолопоклонницу. Дело не в том, что она была не еврейка, она была идолопоклонница. И другие люди, многие последовали... — Тогда в теоретские годы все не евреи были идолопоклонницами. — Совершенно верно. Но запрет Торы был изначально на идолопоклонство. Замешан. — И перед тем, как она ему отдалась, Тора описывает, она его заставила поклониться идолу. А идолопоклонство — страшнейший грех в иудаизме в те времена. И пришел Пинхас, племянник Моисея, взял копье и проткнул их обоих. То есть, прежде всего, наказание было за грех идолопоклонства в стане Господа. Теперь второй момент. У евреев нет смертной казни с того момента, как нет у Русалимского храма. Мы не имеем права никого, ни за какое преступление убивать. И вот сегодняшнее наше государство Израиль, являющееся иудейским государством, почему не имеет смертной казни? Потому что это отголосок Галахи, еврейского религиозного закона. Когда нету Иерусалимского храма, нет смертной казни. А смертную казнь разрешал только Синодрион, высший суд справедливости, который состоял из очень многих судей. И к нему стекались эти дела, которые могли окончиться смертной казнью. И если раз в семь лет Синодрион выносил смертную казнь, то такой Синодрион называли кровавым. У наших христианских слушателей слово Синодрион всегда Евангелием отдается. Ну да, ассоциируется. Когда Иисуса убили, Синодрион был нелегитимным. Он был коррумпированным, он был подкуплен римлянами. Большинство Синодрионов были саддукеи. Тогда была еретическая такая секта. Поэтому я говорю о том Синодрионе, который был праведным, это еще за сотни лет до Иисуса. Итак, у нас сегодня нет Дарусалимского храма. Там, где он стоял, стоит мечеть Алякса. Мы не можем туда же зайти и молиться. У нас нет Синодриона. Мы не имеем права выносить смертный приговор. Ни за убийство, ни за идлопоклонство, ни за инцест, ни за изнасилование, ни за что бы то ни было другое. Мы не имеем права. Кто не говорит про смертный приговор. Совершенно верно. Этот раввин говорит, что вот ты увидел, ты должен бегом и сразу же в этот же момент убить. Тут речь идет действительно правильно говорить. Не о смертной казни по приговору суда. Тут речь идет о добровольном вынесении смертного приговора преступникам в момент совершения преступления тем, кто может. Не минуты раньше, не минуты позже. Именно в момент соития. Значит первое, речь идет о язычнице. Сегодня я подчеркнул все неевреи монотеистических конфессий являются монотеистами, а не язычниками. К ним это не относится. Вот поэтому слово ГОИ, оно очень, помимо того, что оно приобрело недавно, в последнее время, оскорбительный характер, оно неправильное, по своей сути, потому что древний идолопоклонник, он был политеист. Ни христиане, ни мусульмане сюда не подпадают. Буддисты попадают? Буддисты, индуисты подпадают. Совершенно верно. То есть, что, убивать, что ли? Нет, нет, ни в коем случае. Но мы не имеем права, точно так же, как мы не имеем права приговаривать кого-либо о смертной казне судом, мы не имеем права сами это делать сегодня. У иудеев больше никогда не будет смертной казни, потому что дальше будет, третий храм, это уже примесией будет. А примесией уже не будет смертной казни, уже не будет преступления, уже не будет этого зла. Мы в иудаизме эпоху смертных казней и приговоров вот таких добровольных за связь с тем, с кем нельзя, идолопоклонством, мы эту эпоху прошли. Этого никогда больше не будет. И то, что он говорит сейчас, он нас возвращает, этот человек, в своем фанатизме, тысячи лет назад. Так тысячи лет назад, когда был Господь Бог, когда был Моисей, когда был храм, когда были судьи, это была другая эпоха, понимаете? — Я пытаюсь вот что понять. Вы все время говорите в наших предыдущих передачах, что есть такое-то учение, есть такая-то школа, есть такая-то школа. Вот подобную трактовку вам доводилось когда-либо слышать из уст раввинов? — Нет. Это фанатизм, это нечто страшное. Мне ужасно это слышать. — Так чем он отличается от Хамаса или от какого-то иранского этала? — Вы понимаете, к сожалению, это из очень схожей плеяды деятелей. — То есть фанатики, они все одинаковые? — Фанатики, они все одинаковые, независимо от конфессии. И действительно, очень многое из того, что было в древнем мире, оно сейчас неприменимо. Об этом пишут все книги Торы. — У нас сегодня нет смертной казни. Ни за что. То есть Господь он накажет, когда он накажет. — Я хочу подчеркнуть, действительно, еврею, иудею нельзя по законам Торы жить с любым человеком любой другой конфессии. Нельзя. — Пусть это будет китаец, русский, украинец, пусть это будет негр, пусть это будет китаец, неважно кто, араб, он должен принять нашу веру. — Это легитимный брак, либо легитимное сожительство. Можно даже просто так жить. Но это должна быть одна вера. — Дело не в расе. Дело не в этносе. Дело в вере. И это все очень просто. — То есть тут расизма только нет. — Тут не на грамм расизма. — Это именно на духовном уровне. — В третьем рейхе арийцам и немцам нельзя было стать. Им можно было только родиться. А иудеем стать может каждый. Приди, стань иудеем. — Не, ну это не так просто. Вы так говорите, что завтра я приду и объявлю. — Ну вы знаете, это не так просто. Сегодня из-за бюрократического процесса равеннадских судов. Руфь-то, например, в Торе, она стала еврейкой за один день. И Маймонит пишет, сразу нужно принимать иудеи. Сразу. Делается обрезание. Человек окунается в миг в ритуальном бассейне. Предтечей, кстати, христианской купели, в которой крестят. Иоанн Окунатель, если так его звали по-еврейски Йоханан, он в Ордане всех окунал. Почему? На самом деле это была Миква. Он говорил, очищайтесь от грехов. Потому что любая река, это как Миква, это ритуальный бассейн, символ очищения от грехов. Так вот, чтобы стать иудеем, нет проблемы, становитесь иудеями. Живите вместе. И ваши дети не будут ссориться. И в семье не будет скандалов. Вопрос теперь к вам не как кровину, а как юристу. Хорошо. Можно ли квалифицировать вот это вот выступление, вот этот призыв, как, ну, в общем-то, призыв к убийству? Безусловно. Потому что этот призыв, как страшное кровавое семя, может пасть на благодатную почву не уравновешенных людей, психически, больных людей. Он же это вещает перед своими учениками. Фанатиков. Ученики. Подростков. Молодые люди, подростки, которые это все впитывают. Людей, которые в пубертатном возрасте, которые не способны сами иметь внутренний сенс и понять, как и что, и чего, и зачем. И, безусловно, такие вещи являются бомбой, тикающей бомбой. И в нашем государстве, да и в любом государстве, такие призывы должны пресекаться. Этому нет места в цивилизованном обществе. Этому нет места в нашей вере. Это страшное осквернение имени Бога, вот то, что он сейчас делает и говорит, публично. И я всячески, всячески это критикую, не приемлю и даже не нахожу должных слов, чтобы описать свой гнев. Спасибо. Равин, доктор юриспруденции Михаил Финкель. Спасибо вам. Спасибо вам. До свидания. Всего доброго. Программа «Черным по белому» на Итон ТВ. Будьте здоровы. Программа «Черным по белому» на Итон ТВ.